Шел 2058 день карантина в мире цветных чернил. Сэмми остался совсем один, потому что он сам поместил всех в изоляцию. Он хотел им только добра. Самый первый карантину подвергся его любимый лорд Бенди. Он был обработан антисептиками и закрыт в своей комнате, а Сэмми оставалось лишь разглядывать его на рисунках, чем он и занимался в свободное время. Иксуша тоже был насильно закрыт в комнате, несмотря на протесты. Я свободный критик, ты не имеешь права, Сэмми! Но Сэм молча замкнул его ради его же блага. Труднее всех сидеть на карантине была Алисия. Сэмми хлоркой испортил все ее платья, и она с грустью разглядывала красивые наряды других обитателей цветного мира и мечтала захватить все их вещи, когда ее выпустят. Какая милая рубашка в клетку, я должна ее примерить. А как мне пойдет этот строгий черный костюм с красным шарфиком? О, а в этом купальнике с рубинами я буду посещать лучшие морские пляжи. Ах, подтяжки, черные чулки и галстук с белой рубашкой. То, что надо для прогулок вечернее время? Эх, глупый Сэмми уничтожил мою коллекцию одежды за целые три года. Тем временем Сэм скучал в одиночестве. Он перестирал белье уже по 10 раз, но продолжал это делать каждый день. Когда заканчивалось белье, он принимался чистить унитазы. Когда и с этим делом было покончено, он отправлялся натирать зеркала. Он натирал их долго и усердно, поэтому в студии все блестело. Иногда Сэмми пытался разговаривать с Борисом, но тот сидел молча упрямо и смотрел в стенку, потому что Сэмми не хотел делиться с ним колбасой. И тогда несчастному Сэму ничего не оставалось, как тоже сидеть и смотреть в стенку. Иногда Сэмми уединялся где-нибудь в уютном местечке и читал книжки. Но и книжки в конце концов ему надоедали. И тогда он принимался бродить по этажам и смотрел, чем же занимались остальные обитатели мира цветных чернил. Давайте вместе с ним пойдем и посмотрим. Так, 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 сейчас Сэмми разберется со всеми нарушителями нашего порядка. Не, ну вы гляньте на них, вы только гляньте, а обнимаются они. Я же сказал, больше двух не собираться. Да что же это такое? Вы же заразите моего лорда. А на этих гляньте, гляньте, что творят. Да какие сейчас могут быть обнимашки? Какие обнимашки? А ну отошли быстро на расстоянии два метра друг от друга. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Что творится в нашем мире? Никто не соблюдает мои порядки. Пойду-ка я проведу инспекцию по этажам. Хьюстон, Хьюстон, прием. У нас проблемы. Очень большие проблемы. Никто не соблюдает карантин. Что мне делать? И, кстати, ребята, если кого-то интересует вопрос, почему же все сидят на карантине, а Сэм гуляет по студии, так ответ простой. У меня у единственного есть маска. Ну вот, полюбуйтесь, опять какое-то сборище, пьют, веселятся. Но нельзя же этого делать во время карантина. На улицу нельзя выходить, на крыльях нельзя летать. Нельзя посещать людные места, например, вот этот пляж. Нельзя ходить к друзьям. Да-да-да, я понимаю, что это слишком жестоко, но таковы правила. И тем более ни в коем случае не залазить в один свитер со своим другом. Это вообще противозаконно. Надо будет их срочно продезинфицировать. Татьяна, Татьяна, ну зачем же ты их в один свитер-то поместила? У меня и так работает целая куча. Вот, вот эта девочка молодец. Она маску одела. Я сам по себе знаю, в маске ходить очень трудно, но положение-то безвыходное. И, кстати, давно хотел ответить на один вопрос. Меня многие-многие спрашивают, Сэмми, как ты видишь через маску? Очень просто. Я вам сейчас открою секретность, только чшшшш, вообще никому не рассказывайте. На самом деле, я закончил школу Хогвартс. Да-да-да, там был специальный тайный факультет для чернильных монстров. Об этом никто не знал, даже сам Дамблдор. Поэтому я могу все даже видеть через маску. И сейчас я тебя вижу. Я вижу, что ты еще не подписался на канал и не нажал колокольчик и лайк и забыл поставить. Поэтому сделай это немедленно. Во имя спасения мира цветных чернил. Ах, мой любимый лорд, как же я его давно не видел. Да-да, я его не вижу, понимаете? Я сижу и страдаю. Я его только на картинках смотрю. Я боюсь его заразить. Ну, мало ли, маска-то есть, а вдруг я все-таки болен? Поэтому я не подхожу к нему близко. Э-э-э, троица, а вы куда это собрались? Какой погулять? Вы что, с ума сошли? На улице плюс 25, хорошая погода. Да, действительно. Ладно, идите погуляйте, только здесь, возле дома, возле студии я имел в виду. Знаете, как трудно без лорда за порядком следить. Даже не знаю, что и делать. Вот сейчас читать надо. А мне через маску-то хоть и магия, плохо видно. У меня буквы все сливаются. Придется лорду под дверь просунуть, только надо сначала антисептиком все обработать, все эти бумажки и рисунки. Лорд, дорогой мой лорд, вы здесь? О, Сэмми, Сэмми, выпусти меня, пожалуйста. Извините, мой лорд, но я не могу этого сделать, ради вашего же блага. Как же я без вас жить буду? А что ты тогда пришел? Я принес вам бумажки почитать описание, потому что сам я буквы не вижу. Ну, знаете, я не очень хорошо магии был обучен, поэтому не всегда вижу. Эх ты балбес, ладно, давай почитаю. Спасибо вам, мой лорд. Я пойду сбегаю в одно место и вернусь. Ох, рисуночки мои, рисуночки. Как же я по вам скучал. Сэмми вообще меня не выпускает. Ребята, я сижу в комнате. Я уже больше недели никого не видел, ни Алису, ни ее платье. Я даже по ее платьям соскучился. И Бориса не вижу. И Ксушу не вижу. Я только слышу, как он орет, выпусти меня, Сэмми. Как же мне надоел этот карантин. Мне уже на второй день надоело сидеть в комнате. Я так соскучился по вам и по этим описаниям. Давайте читать, что вы нам тут написали. Я тебе не википедия. Да я вижу, что ты не википедия, Эндрю. Не переживай. I'm just a simple Russian girl. Вот каблод и все такое. Короче говоря, это крутая девчонка, которая любит все плохое. Ох, если быть честной, то я до чертиков боюсь темноты. Ах да, еще и ночных кошмаров. Я тоже боюсь темноты, но Сэмми в моей комнате даже свет не выключает, чтоб я не боялся. А то мало ли, вдруг какой-нибудь пеневайз за мной придет. Помнишь меня? Почему? Почему ты выбрал нас? Почему ты заставил нас страдать? Да ладно, проехали. Времени совсем не осталось. Красный, я сейчас без тебя на работу пойду. А Красный говорит, ну уже жал, ты не начинай этих своих медвежьих разговоров. Бада-бумс. Медведь такой посмотрел на него косо. Заяц понял, что шутка не удалась. Медведь говорит, эй, Красный. Красный говорит, ладно, ладно, идем на работу. И вот снова придется натянуть свою широкую улыбку и веселить детей. А потом заливать своего горя алкоголем в баре. Если честно, у нас нет никакого алкоголя, да и бара тоже, поэтому мы прием только лимонад. А последнее время Сэмми мне только чай приносит с ромашкой, чтоб я успокоился. А некоторые люди вообще сходят с ума, они начинают думать, захлебнется ли лошадь в тумане, если ляжет спать. Вот вы представляете, о чем люди думают? А потом уходят в туман и не возвращаются. Критику, да какая критика, у нас Иксуша с ума скоро сойдет. Ему же Сэмми критиковать даже ничего не дает, говорит, заразишься. Классный у тебя пацан. А это Санек из реалистик Тейл, ему ой дофига лет. Он любит Папайруса и кровь, недавидит людей. В отличие от оригинального, Санс и Папайруса являются духами, которые заняли оболочку скелетов. Санс не любит дерганные движения и за такие движения убивает. Из-за того, что он дух в оболочке скелета, это делает его практически бессмертным. Он сильнее, чем обычный Санс, потому что он может кидать не только человека в разные стороны, но и большие куски земли, например. Умеет стрелять лазером изо рта, знает все подземелье, питается кровью. Есть обрывочные воспоминания из оригинального Андертейла. Почему-то помнит, кто такой Фриск, хотя его в этом АУ вообще нет. Приманивает людей хот-догами, умеет останавливать время. Так что, если вдруг на улице кто-то предложит хот-дог, бегите быстрее. Это что, демон? Это что, человек? Это что, живые организмы? Спрашивает Господь Бог. Да, это, видимо, когда из карантина все выпустят, лет так через 200. Они начнут вспоминать, а кто же это такие? А здесь мне задали какой-то неприличный вопрос. А где хентай? Я вообще не знаю, что это такое. Сэмби мне не рассказывал, хоть я у него и спрашивал. Он почему-то как-то обходит этот вопрос стороной. Надо будет еще раз спросить. Это тоже прислали на критику, но это же шедеврище. Виксуша бы, конечно, пристал к тому, что у него вторая рука отсутствует, но мы же с вами понимаем, что ее кто-то побил и сломал. Не ходи на улицу, там коронавирус, говорит она. Лучше возьми маску, гречку и туалетную бумагу и сиди дома. А его зовут Дождик, он мужского пола, демон животных. 15 лет ему, он любит Бенди. По-дружески, слава богу. А критиковать я тут ничего не буду, потому что я не критик. Доброе утро, сестрица. Какая я тебе сестрица? Ну я братик, братик. Звуки комариного писка. Бзззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззз Она смотрит, это Васька, ее родной паучок, сожрал этого комара. Меняю катану на танк. Ой, я с удовольствием поменялся бы, но у меня катаны нет. Картошку требует он. А у меня нет картошки, иди к Сэмми, пожалуйста. Канако Судзуки, раса, сладость. Ее 16 годников, она любит чай, спать и обнимашечки. Обнимашки сейчас любить нельзя. Характер дружелюбная, отзывчивая. Смущается, когда чай рядом. И зовут ее вообще, кажется, Ханако. Потому что с японского это переводится как дитя цветка. А Судзуки это колокольчик. Короче говоря, она японская сладость. Друг мой, не знаешь ли, где здесь мир цветных чернил? Да ты прям в нем находишься, елки-палки. Глаза разуй. Ири женского пола любит дождь, огонь, прогулки, комиксы. Не любит насекомых, маникюры, милоту. Раса дракон, пару не нет. Из родственников только бабушка. Знакомьтесь, это голубь по имени Кэмерин. 24 года, родился, живет в Казахстане. В школе он был ботаном. Из-за этого учителя любили его, одноклассники нет. Имеет приемную дочь, отец-одиночка, влюблен. Но его френдзонят. Он старший брат Киры, той самой злой стороны дочери нашей Алисы. Любит чай, тишину, работу, спокойную семейную жизнь без приключений. Дочь и побыть один при работе. Не любит сестру, когда его пихают в приключения, когда его достают и когда издеваются над школьниками. И когда называют петухом, голубем и так далее. Ну голубь птица мира, ну почему он обижается на это? И хоть он должен быть злым, но все-таки он булочка с корицей. А это Надюха нафоткала мистикой лагера, медовый месяц, свадьба и все такое. Счастливые пацаны и короти. В любом случае, меня это сейчас не волнует. Я просто рад, что моя сестра жива, говорит он. Какой хороший у нее братюня, защищал ее от какого-то паразита. Тики три месяца, активная и умная раса. Покемон ошибка, болезнь ошибочная раса. Любит играть с головами? Не любит пюре из брокколи. Примечания родителей оставили ее. Способностей пока у нее нет. Это мини-история про Зефира, когда-то давно, когда Зефиру было пять лет. Когда Империя и Королевство дружили, и у Ворчер был друг. Его другом был Джозер, они были не разлей вода. Могли говорить часами, и в один день их дружбе пришел конец. Они до этого ссорились, но это была их последняя ссора. Увы, ссора не прошла так просто, Джозер был злой. Зефир несколько дней плакал и винил себя. Для Зефира это был удар, впоследствии это сделало его злым. Между Королевством Сладкой Звезды и Темной Империи началась война. Война, которая продолжается по сей день, но конец войны не виден. Так же, как и не виден конец наших рисунков, они все продолжают и продолжают пребывать, и заливают наш мир цветных чернил. А Сэмми куда-то ушел и не возвращается, как обещал. А рисунки-то у меня закончились, что же мне дальше делать, придется заканчивать передачу. За окном так и трава, никого больше не видно. Хорошо, что Сэмми еще окно мое не заколотил. Ну что, ребятки, спасибо, что вы просмотр... Ну что, ребятки, надеюсь, вы там держитесь на карантине. Берите с меня пример, я сижу и терплю до последнего. Но мое терпение уже закончилось. Сэмми, Сэмми, выпусти меня отсюда. Ладно, ребят, пока, я буду Сэмми звать. Всем удачи и крепкого здоровья. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова